Уважаемый Владимир Владимирович, я хочу поблагодарить за организацию сечения многих объектов в Саратове и, в первую очередь, инфекционно-занимент, соответственно, благотворительный диспансер. Проект противотуберкулезного диспансера – это очень важное решение, и, в первую очередь, дает возможность решить задачи, предстоящий говид Саратовской области, обеспечить жителей качественными медицинскими людьми. Это и проект по модернизации первичного звена, о котором президент говорил. На сегодняшний день, то, что вы уже ведете инфекционную позицию в самую современную, и сегодня мы смотрели подходы, логики, обеспечение персоналом, врачами, средним медицинским персоналом. В этом году это очень здорово, особенно при пандемии, по противотуберкулезному диспансеру, как говорилось, еще раз посмотрим на проект, и в следующем году, я думаю, вы это начнете. Но также очень интересно было посетить ваш технологий. Здесь замечательные, интересные уже резиденты есть, ягодные резиденты. Это идеи, которые сегодня, это и сложные технологии, это и технические предприятия, которые сегодня делают сложную аппаратуру, и ягодные резиденты, которые ставят систему широкоположного доступа к интернету. Другие технологии, это все очень здорово, плюс Волоковский комбинат, то есть Центр обработки данных, все это мы посмотрели. Ну и поговорили также о интервизации общественного транспорта, о чем в своем послании говорил президент, это, собственно говоря, инфраструктура, связанная с травмойными крыльями в городе, а также обновление подвижного состава. Все это стоит на повестке дня. Хотел бы спросить, какие у вас основные есть направления в развитии, как в городе, как в Саратовском области. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за посещение. И вот в таком широком формате мы, во-первых, поддержали сегодня актуальную повестку наши медицинские власти, учитывая, что на самом деле в текущий момент это нельзя обойтись сегодня без, чтобы проговорить, как ситуация с коронавирусом. И мы чувствуем здесь в поддержке федеральных центров, в частности правительства, вот та системная социальная поддержка просто в виде доплат, в виде финансирования на лекарства, амбулаформные лечения и многие другие вопросы, которые оперативно сегодня решаются. Это огромная помощь для того, чтобы ситуация все это на территории была стабильной, управляемой и, конечно, помогали, прежде всего, нашим жителям. И мы это очень чувствуем. Ну, соответственно, несколько моментов хотел сказать про текущую ситуацию, что мы в начале черного года приступили в полном формате почтного обучения. Это тоже в непростой ситуации очень важное решение. В целом, в системе образования мы за последнее время при поддержке федерального центра очень много было сделано. И в дошкольном образовании в связи с расширкой очередности построили только 38 учреждений дошкольного образования. В текущем году ввели еще дополнительно новые школы, сравнение в полноту, школы в сельской местности, и две школы капитально отремонтировали. В целом, за последние где-то 2-3 года мы ввели более 10 учреждений уже общего образования. Это тоже принципиально важно, потому что в этой части мы рассматриваем не только вести школу, но, учитывая дефицит кадрового обеспечения сегодня и приток в современную школу, условия, те, которые создаются для работы, конечно, создаются совершенно новые возможности для работы, как учителя, так и ученика. Хотел бы отдельно повторить, конечно, за наш проект. Вот те решения, которые в этом периоде, уже третий год практически, мы в этом году получаем 46 миллиардов рублей в целом по всем у нас проекту. Это, конечно, тоже непростая ситуация, когда спад был по занятости, и сегодня строительный комплекс, как строительный, так дороже, работают на полную такую мощность, у него даже не хватает сегодня, дефицит отдельных рабочих профессий. Это тоже очень важная мера для нас. Ну и не могу не сказать, учитывая, что регион, мы и сельскохозяйственные, сегодня на повестке уборочной работы, при всей сложности погодных климатических условий, а мы находимся в зоне рискованного земледелия, все-таки у нас 18 заворских районов, и есть границы даже с Казахстаном, где зона полупустыни находится, но мы более 3 миллионов тонн зерновых уже получили, сегодня перешли к уборку. В поздних культур подсолнечника уже приступили, у нас больше точных посевов подсолнечника в СССР, самая мощная переработка, я думаю, что мы соберем в этом году достойный урожай, соответственно, будут наши мощности, что заняты для нас, это второе определение экономики. Хотел бы вас проинформировать, что мы определяем вопрос агломерации, то есть мы сегодня говорили Балахово-Балаховская агломерация, есть Балашовская агломерация и Саратовская агломерация, мы сегодня объединяем с Саратовским районом, то есть в разы увеличена все-таки возможность и инвестиционная возможность, и возможность развития города Саратов. Поэтому эти процессы тоже происходят, и отдельное, конечно, спасибо за сегодняшнюю презентацию нашего технопарка, что она совершенно тортает другие возможности, учитывая, что 71 тысячи студентов, это для нас большой потенциал. Спасибо, Олег Васильевич. Президент, поступая на съезде Единой России, сказал о необходимости расширения программы расселения заварительного жилья, который был признан таковым после 1 января 2016 года. Саратовская область пошла в число 9 регионов, которые до срока программы решили. Ну и, соответственно, мой вопрос, планируете ли вы продолжение этой программы, в каком объеме и как обстоят дела с аварийными домами, сколько планируете расселить уже в новом, так сказать, этапе этой программы? Пожалуйста. Для нас это актуальная повестка, потому что много видов цен на жилья, которое пришло в негодность, и мы участвовали в двух первых этапах реализации проекта переселение сверху аварийного жилья и переселили более 32 тысяч. И сегодня, о чем вы говорите, то, которое было признано на 1 января 2017 года, мы активно участвуем. И спасибо, что мы такое соглашение заключили в числе 9 регионов, чтобы завершить программу в 2024 году, а именно в 2021 году. Все для этого абсолютно есть. Мы практически все конкурсы произвели. Сегодня строим одновременно 26 домов. И та задача, которая сегодня стоит, почти 9 тысяч с небольшим. У нас надо жителей переселить. Это более 5 миллиардов рублей. Финансовая поддержка вся из федеральных центров получена. Поэтому никаких сегодня проблемных вопросов нет. И понимаю, что президент согласил уже о следующем моменте развития. Я хотел бы сказать еще про информирую, что посещая весной президента Саратовской области, я обращался с поддержкой именно в городе Ингерсе. Летка. У нас там тяжелое состояние с домами. Общий проект стоил 2 миллиарда рублей. И при вашей поддержке мы получили первые 300 миллионов рублей. Приступили к реализации. Сегодня выбраны участки. Приступаем к конкурсным процедурам для строительства двух живых домов, чтобы на первом этапе тоже снять проблематику. Последующее решение мы будем включать тоже в новый этап. Будем вас просить, те структуры правительства, которые отвечают за это направление, чтобы наш регион поддержать. Потому что у нас на сегодня на территории более тысячи находятся аварийные домы. В этой части это очень большая поддержка. И мы хотели бы тоже участвовать в следующем этапе. Проекты хотели бы вас об этом попросить. Спасибо, Валерий Васильевич. Продолжайте заработать. Но, в первую очередь, это очень важно людям. Это живут в аварийской области. И на уже пилотный проект, который будет продолжен, по получению президента выделено 45 миллиардов рублей. Поэтому в этом смысле это касается всех регионов, которые будут уже в следующем этапе продолжать расселение из аренда. Я вам хочу пожелать удачи. Спасибо. Спасибо.